Сегодня 18 августа 2015 года. Вот мы работаем на пруду. Это возле храма. Вот он, с другой стороны. Здесь не надо ложить. Куда? Это только через это проходить. Вот вы еще делаем. Вот он шикаром немножко проложил. В самый-самый низ продолбил. А потом, когда здесь будет выше, тогда выше все придется заложить от бобров и от андата. Которые грызут. А сейчас мы что делаем? Вот эти деревья стоят. Они огромные деревья. Вон там видно, которые упали. Ну в обхвате это два человека едва обхватят. Ветла. Она очень ломкая. Ну вот видно я стою. Смотри. Рядом стоит стою. Ну. Насколько она больше меня. А там сколько. И она все падает и падает в воду. Сейчас ты их забирай руками. На кучки делается. Нет, не надо кучки. Отдельно выбирай. Просто по отдельности. Большие. Большие кучки не надо. Наоборот из кучек выбирать их надо. Пошли. Вот сейчас сколько есть. Мы отсюда вот стараемся выловить. Вот. Вот он. Это арязка. Вот это вот. Вот это вот на них все есть. Называется арязка. Мелкая тина. И вот берег весь. Вчера мы прошли вон сколько здесь. Это плотина вот она идет где. Это другая сторона. Теперь вот Сергей выбирает, которые большие. И уносить надо. Которые лишние деревья здесь будут. Мы их все выпиливаем. Но большие нам не под силу. Это только. Они наклонны туда. Когда застынет. Чтобы они упали на лед. Когда хорошо застынет. Это вот разные березки наросли. Это мы Вите все подарим. На черенки на разные и прочее. Вот показать. Сколько мы их тут спилили. Вот они. Клен. А вода дойдет примерно вот до сих пор. И вот все. Видишь какой барьер. Это из веток. Вот из веток сделаны. А потом. На палатке. Вот это вот. Собираем мусор. Вот она. Видишь какой валик. Дальше. Вот я сейчас иду сюда. Подойди. Вот. Это второй валик. Дальше. Сколько тут нагнило. Подним. Это надо все в кучу. И потом уносить. Вон туда. Вон. В барьеру. А барьер это что. Это. Ну лет наверное около 20 назад. Был такой Ушаков. Из Ребрихи. Очень честный бульдадерист. Работал не по колонавирус. И вот видно. Вот это дерево было. Вот он захватил. Вот у него валик идет. Это он. Вот он прошел где я стою. И туда он уволок. Тогда был очень сухой год. Там. Там. Он работал там. Суш была. И там был камыш. Примерно вот такой высоты. И он его выдрал. Он вообще то камыш не убирается. Он его сумел выдрать. Вот. Мелкие кустарники. Вон все туда. Вон видно где это холмы идут. Вот он с этой стороны его не взял. Вот. А вот дальше он прошел. Его видно где он прошел. И везде где большие деревья были. А их мало было. Раз. Два. Три. Там штук 15. Валики это то что он обходил дерево. Я то с ним работал. Я его нанимал. И вот сейчас мы это убираем. Вытягиваем из воды. Здесь создаем кучки. И тогда на палатках начинаем выносить. Тут работы море. Но надо не бояться, а радоваться. Вот. У нас еще мешаются тут. Да кому это надо. Пруд всегда был. Потеряевка была основана в 1818 году. А Кольчино, который сельсовет. В 1825 году. На 7 лет позже. То есть это 18. Получается 217 год в Потеряевке. 217 год. Ну еще спрашивать. 217 лет. Какая техника была. И они однако пруд сделали. На сегодня стонут. Мы можем нанять. Денег занять там. Нынче вот помог один брат. Очень хороший брат. Александр. И мы думаем нанять технику. Если удастся. Благополучно. Погода не позволяет ей пройти до нас. Вот довести ее на платформе. Бульдозер. 32 тысячи. Но учитывая, что у меня пенсия 6 тысяч. Кажется 200. Ясно, что моими деньгами тут ничего не сделаешь. И потом работаю полторы тысячи каждый час. Полторы тысячи. То есть он 10 часов работает. 15. 10 дней проработал. 150. Простая арифметика. Но пока нет. Теперь я вчера закупил кольца. Кольца на дороге там. Чтобы вода мощная идет. И поднять ту дамбу. Ту. С той стороны откуда идет. Кольца 10 тысяч отдал. Но теперь как их поднять? Они больше тонны каждый. Это очень тяжелые. Кажется так он сказал. Но они мощные. Там арматуры в них столько. Надо под них вырубить хотя бы наполовину. А потом кран нанять. Кран пригнать. Опять сколько тысяч. Кран. Никакой техники у нас нету поднять. Сергей. Нечем. Палатка вон. Что там? Палатка вот она рядом. Бери. Сейчас. Это. Никита. Иди сюда. Сейчас мы. Я закончу. Сейчас мы нагрузим. Никита там работает. Сейчас зажимай ее. Веди быстрее. Зажимай. На. Сгребай. На. На палатку. Вот палатка натянута. Зажата. И маленько помогать надо. Вот большие кучки так. На это. У нас были вторая палатка. Оказалось на тележке и не заметили. Надо двойную палатку. Это прорывает. Вот оно что. Всё. Вот смотри куда валить. Люди. Когда идете. Старайтесь за пол не задевать. Потому что за землю. Она прольет опять палатку. Вот валит ямка. Вон она ямка. И так на ямку залазьте. Эту давите. И давите на кучку. Будет тогда. Вот. И тогда. Палки старайтесь поперек не ложить. И тогда. 2017 лет назад. Люди которые здесь поселились. Первые потеряевы. Потеряевы. Мы родословные их узнали. Фотографии даже нам есть показали. И они это запрудили. Но потом то всё прорвалось. Это Малаканишный назывался пруд. А теперь храмовый. Рядом храм. Храма тогда не было. Чего стонать то. Ясное дело что нелегко. А где нелегко. Так надо радоваться что. Именно тебе Бог дозволил делать трудное дело. За это надо всегда Бога благодарить. А когда всё хорошо. Ну. Соломон мудрый. А кто ему царство дал. Давид. Сколько он войн провёл. У Соломона Соломон мирный. Он назвал его Соломон. То есть мирный. Вот это вот. Раскладывает. Уже порвало. Это не пойдёт дальше. Ехать надо за палатку. Уже прорвалося. Задели где-то. Рванули. Всё. Высыпали. Сколько не говорил. Бесполезное дело. Да они уже тлеют. Ну всё равно. Уже. Да я без этого. Давай. Вот такое дело. Нам Бог это да. Да. Почему нам то. Откуда мы знаем то. А другие только не надо. Да какая польза от этого. Не надо рассуждать. Восстановление потеряевки. Восстановление это. Ну я говорю все инфраструктуры. Это и колодцы. Новые копают. Дома новые. Скотина новая. Какая скотина тогда была. Конечно лошадей было больше. Ну а сейчас. Не лошади. А техника. Мы приехали были лошади. У батюшки только. Две лошади было. Две. А сейчас. Сейчас. Техника. Комбайны. В каждом дворе почти стоят. Войликовые машины. Здесь грузовые. Ну всякая такая техника. И вот чтобы поставить. Туда. Надо нанять кран. Ну кран то поставил. Дальше то что. Они будут настолько возвышаться над дорогой. Чтобы. Насыпать туда. Землю. Значит надо в объезд. Для этого надо экскаватор нанять. И два авто. Самосвала. Один отсюда завалить. Другой отсюда. А бульдозер здесь. Вот посчитай. Два самосвала. И экскаватор. Три техники единицы. Экскаватор четыре. Кран пять. Пять техник единицы нанять. Это же понятно. Астрономическая цифра. Государство не помогает. Ну и что. Чем труднее. Тем почетнее. Повторяю. Нам Бог это дозволит сделать. А которые скрипят и против говорят. Но они больше ничего и не умеют делать. Они нигде не ущаствуют. Нам не надо ни разрешения ничего обрать. Совесть подсказывает. За нами придут люди. Что они будут думать. Что они будут думать. Нам советовали. Деревню. Когда регистрировали. В девяносто первом году. Она в девяносто втором зарегистрирована. Двадцать третьего марта. На краевом. Там. Краевой совет. Решал. Восстановление. Восстановление. А сегодня какое может быть восстановление. Если ты противишься. Но надо радоваться. Мы пришли. Вслед за. Мы праправнуки тех первых. И вот. Вчера мы сколько тут деревьев перепилили. Убрали. Смотри. Там только видать где лежат. И ветер начал проходить. Впервые. Вчера ветра не было здесь. Сегодня уже ветер. Вот сегодня мы думаем. Посмотрели. У нас самый. Вы задеваете. Все равно за землю. Высыпайте рядом. Выше. Выше. Кидай. Вот. Сейчас мы посмотрим. Надо лезть в воду. В эту ряску. И цеплять те которые плавают. Вон посмотри. Вот рядом плавает. Ну а как ее достанешь то? Зимой она вмерзнет. Зимой можно что-то делать. Ну-ка Сережа. Подойди-ка сюда. Сейчас он там топчет. Вот. Если те люди могли делать. Почему мы не можем? Слабые духом. Сильные брюхом. Ростом пониже. Духом пожиже. А ну-ка станьте рядом здесь. Вот на палатку. Вот сюда. Подойди. Ну не по палатке иди. Я сказал встать только. А ты прешь на прополу. Там любой сучок проткнет сразу. Что ты? Ну стань рядом. Не надо ему говорить. Рядом встань с ним. Ну посмотри, кто выше. Понятно, что выше Никита. Лезьте в воду. Кто моложе всех? Тебе сколько? 44. Тебе сколько? Я-то выше. Сапоги-то одинакового роста. 26. Вот отвечай на вопрос. По смыслу, кто должен лезть в воду? Кто более сильный? Еще и организм. Но только добровольно. Ты согласен полезть и цеплять? Согласен. Согласен. Нет. Делай это с радостью. Не согласен, мы тебя отстраним. Полезу я. Куда? Полезу я. С кровавыми порвыми уже глазами. Почему? Перед нами дело. И мы обязаны сделать. Тогда вы будете толкаться возле меня. Я полезу, я полезу. Я знаю, как вы меня бережете. Подошел ты же сегодня и говоришь. Велите, не наклоняйтесь. Вам нельзя. Вот. Я предупредил меня маленько. Одергивайте. Я все еще там в 25-летнем возрасте себя мыслю. Вот. Когда мы это все это уберем. Вот это подсохнет. Дальше это маленько выловим. Теперь мы проходим. Да видите, как это. Вот сравни. Какое здесь место. Как оно выглядит. Мы сейчас дальше пройдем. На. Откребайте, носите. Мы сейчас, Володя, пройдем дальше. Прошли. Вот это дерево было. Вот оно видно. Вот видишь, как валик. Видно? Нет, будет валить. Вот он прошел, бульдозер. Следующий бульдозер, что Володя. Значит, вот этого конца не было. Вот он где. Он туда не мог пройти. Он прошел около дерева. Вот это дерево наросло. Ну, видно, как вот валами идет. Дальше. Здесь идет ровно. Значит, ничего не было. Вон вчера мы сколько напилили вручную. Это, наверное, после обеда все. Нахлестали здесь. Ну, и я упирался, пилил. Даже не уступал молодым. Организм это не выдерживает. И полопались капилляры в глазах. Глаза налились кровью. Вот она. Видите, как вот. Этот вал. Вот оттуда он камышом пер сюда. Вот он идет. Вот это вокруг. А вот теперь я поднимаюсь. А теперь отсюда. Вот дальше подойди ко сюда, Володя. Вон туда. Дверь там видать или нет. Вот чтобы было видно, я покажу, сколько там дальше. Вот. Так это не первое. Он еще там, пусть были деревья он убрал. Вон оно видно. Смотри, какие он убрал. Это вот он сколько живой. Вот она какая куча. Видно, нет? Да, да, да. Вот она куда. Видишь как? Это мы спустились уже за первый вал. Это второй вал. Он один бульдозерист сколько сделал. А сейчас, ну как бы, разравнивать только. Цену набивают. В организации звонишь, они все готовы тебя задушить буквально. Назначают такие цены просто космические, а сами ничего не получают. Придешь пьяный, не знаю, что делать. Вот что. Вот мы вчера дошли до этой березы. Дальше немного легче идет. Вот эта береза была. Валик показывается. Здесь ровно, значит, вот этого не было. Это что тут? Ну что там? Ветла, наверное. А? Ветла. Ветла. Ну вот дальше маленько пройдем, посмотрим, что получается. Вот он куда вывел. Смотри. Это все он тер мимо. Бульдозер. Вон какой вал. Вот, посмотри сколько мусора. Потому что ветла, она старая и роняет, и роняет ветки. Она ломкая очень такая, от березы-то этого нет. И поэтому выхода никакого нет, только спилить и убрать. Их они уже сгнили, сами падают. У нее возраст не такой большой. И дальше уже наросла поросль, которую надо убирать. Вот сюда зайдем-ка. Это вот все надо убирать. С одной палочки. Зайди-ка сюда. Вот. Сейчас, подожди, она к вам будет. Ну вот так сюда, проходи. Вот. Теперь надо посмотреть. Вон она где. До сюда вода должна поднести. Если у нас там все будет получиться. Мы же не знаем, как будет. Какая техника, какие люди. Если приедут какие-нибудь горлохваты, он ничего не будет делать. Но придется уже противостать им. А если хороший парень, такой вот, как этот Ушаков, фамилия. Знаю его. Имя даже забыл. Вот сколько везде. Это вот на бугор туда все надо выносить. Вот сюда выйди-ка маленький. Чтобы показать, какой хруст приближит. Вот он. Вот все завалено. Вот это вот все. Показать даже страшно. Это все нам наросло за это время, за 20 лет. Вот оно где. И там сплошным завалом идет. Вот оно, деревья эти. Все до одного должны быть убраны. Нам это, конечно, не по силу нынче. Это уже даже говорить не надо. А вот сюда выйди-ка. Потихоньку так вот, может, проберешься. Вот посмотри, какой завал. Это все надо убирать. Вот мы несколько дней назад прошли. Ну, как бывает, в джунглях, там, мачетея прорубают лиановые заросли. Вот оно где. Вон он где. Смотрите, хотя бы. Приблизься. Вот это он проходил. Я думаю, как мы тут были-то. Оказывается, он это все разгладил. Вот у нас для нереста рыбы место было. Вот, пожалуйста. Тут даже комарам негде летать. Все завалено полностью. Валежником не ходи, там упадешь. Уже вот вода поначалась. И вот это все надо расчистить. Ну, а какое он? Ну, это... Вот оно все засохшее. Видишь, где я нахожусь? Какая она вот каждая длина-то ее какая? Метров 10, наверное. Длинные очень. Ну, метров 8-7. И вот он, валежник этот лежит. Его надо убирать. Остатки выкорчевать. А там уже недалеко и та дамба, дорога наша где. Надо выходить отсюда. Дело-то еще вот в чем. Что кто будет это делать? У нас времени нет, мы уезжаем. Это невозможно. Но сделать это надо. Ну, желательно, конечно. Желательно. Пока вода не подняться. Ну, воду-то сделаем так, чтобы можно было поднимать ее. Плюс. Вот она вот так. В прошлый раз я шагами замерил. Этот пруд и тот. Вот этот пруд, получается, в полтора раза меньше того, где купаются. В полтора раза. Ну, его видно. Этот пруд был как раз посреди деревни. А сейчас он... Ну, храм дальше ничего нет. Ну, а если тут людей не будет? Да зачем об этом думать? Будет, не будет. Строится. Ну, не в Москве же всем жить-то, не в Новосибирске. Конечно, много труда. Ну, а те, которые живут-то, все до моего возраста дожили-то. Умирает и раньше. Живот шикует, помирает. Так я на ногах. Я еще могу подниматься и в гору. И спускаться вниз. Ну, я бы в корявой биографии на печке сидел, бы, говорится, ждал пенсию. А у меня на пенсии что есть, что нет? Я его глаза даже не вижу. Вот, видишь, в прошлый раз мы прошли. Вот тут срубили. Срубили. Он уже на дороге лежит. Вот так надо брать. Вот, смотри. Вот, мы туда же. Пойдем-ка спустимся вниз сюда, посмотрим. Вот этот мелкий березняк, это все убрать надо. Это все под воду идет. Вот, здесь стоя какие-то стилить. Большие сущие березы, эту оставить. Дальше будет видно. Вот, маленько, если сойти к берегу, вот тут можно рассмотреть. Все. Вот оно. Давайте, маленько, отсюда глянем. Это вот мы видим дамбу. Вот отсюда туда, покажи. А вон синее через деревья, это храм. Он храм на полуострове у нас. С той стороны дальше полуостров будет. Дальше там лагерный пруд. Вот, а это храмовый. Ну, и видать, что это не два метра. Больше сотни метров. Видишь, какая. А когда, а там дамба. Вон, где растет, это все поднять. Вон, белый, это шифер, который Володя проставил. Вон там на углу покажи. И там на берегу, а там мы думаем слив сделать. Вот эти вот деревья, почти все надо убирать. Они огромные такие. И вон там, которые стоят, свесились. Их убирать надо. Убирать. Они просто засоряют. И от них ничего нету. Молодняк, который растет наверху, тот будет расти. Вот. Маленько сюда пройдем. О, провалился. Нашистие бобров было. Вот оно, бобринная норка. Мы хотели бобров оставить, но сейчас стараемся от них как-то избавиться. Вот они где. Вот она пошла. То есть, ее нету. Ему не понравилось. Тут ряска. И где-то их не видно в последнее время. Первый год. Сколько жизнь идет здесь нет. Вон как выкопал глубоко. Здесь вот она земля. Труженик-то какой. Вообще. Вот я сейчас возьму. Вот. Вот это вот с меня ростом. Ну, посмотрим, что он там делает. Там поворот какой-то. Вон она. Нету конца, нету. А вон сзади еще одна. Вот еще одна. А я не видал. И главное-главное под березу. Вообще непонятно. Как он под березы. Там корни же. Значит, он их обходит. Ой-ой-ой. Куда поворачивает? От корень, видимо, наткнулся. Во. Дальше пошел. Дальше. Ну, дальше видно, что она поворачивает нора. Большая нора какая. Любая собака пролезет. Я не знаю, почему мне больше всего жалко дельфинов и бобров. Когда смотрю, как убивают. Там показывают, как тушку обделывают. Где-то они сами за пруду ставят. Ну, а то у нас тут они изрезают плотину. Пускай здесь живут. Тот берег грызут. А тот нельзя. Иначе вода вся уйдет. Но они, может быть, ушли. Поняли, что... Мы будем молиться, чтобы Бог дал нам какой-то... Как у космонавтов-то. Чтобы согласный был характер-то. Как они называют это? Подходили один к другому-то. Вон они, ласточки летают. Все, вон ребята наши. Откуда мы ушли. И вот сейчас, если Господь благословит, там кое-где видно, что и лезьте. Вот залезьте, засыпите и вытащите. Вот Никита говорит, ну не очень так... Голос-то желанный. Так поэтому я его уже пустолать не буду. Зачем? Я ему не разрешаю и все. Полезет другой или он будет проситься более радостно. Я в голосе чувствую, что он... Ну а куда денешься-то? Я... Ну куда денешься? Мы сделаем так, что отдадим его работать в какой-то дом. И тогда самый молодой будет у нас... Тебе сколько? 36. 36. Придется тебе карапет лезть. Самый маленький. Еще надо с собой ножовку взять и привязать за счет, чтобы она не утонула. Если там где-то держат, отпилить у самого дна. Может быть даже нырнуть, маску надеть. Вот так протянуть. То есть вода, я думаю, не глубока. Но мы не знаем. Надо идти будет. Мы думали сегодня в сапогах, одевши, потому что вода, которая у вас здесь, она не вся вытекает. И поэтому температура меняется между наружным и этим, когда на тебе несколько одежек. Вот он и так. Вот и понесло какие-то сутунки. Этот сутунок надо... Он раскололся сам по себе. Надо вытаскивать будет. Вон они отсюда, видать. Покажи их. Я сейчас возьму грабли. А ты знаешь, что дальше. Мелочь эту всю выпиливать. Сучки на уровне, на сколько достанешь, вырубать. Все вырубать. Все до того места, где. Толстые, которые... Толстые, ну вот такие. Оставлять. Батюшке договорился, ему пилу отремонтировали. Он придет и сделает. Вот мы вчера отпилили. Она вон до туда доставала. Наклонная. Ну, а это батюшка придет и сделает. Дальше это дерево валить. Это валить, конечно, он не будет его. Но сучки-то вон они какие-то огромные. Дерево наклонено в обратную сторону. Это бы еще сошло. Но, видишь, на ту сторону много сучков. И оно все, вон падает, сучки. Захламлено-то, не нанесено. На том пруду, на лагерном, там ни одного сучка нигде. В двух местах растет, там захламлено. Но сегодня мы прорубили здесь вчера, а раньше там. И в этом месте ветер сейчас идет. Ветер идет. А раз ветер идет, ну и более чистый воздух. Вода тут раньше, где-то многих таких не было. Аисты прилетали. Оттуда смотришь, их до десятка, наверное, здесь было. Не аисты. Наверное, цапли. Цапли. Вот так. Так я пошел. Все, пошу сейчас тебя икидал. А Сергей там остается, я рядом. Все. 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 Все.